Привет, ребят, с вами Нёша, и в этом ролике мы посмотрим все киногрехи сериала «Ядерный удар». На стриме мы уже смотрели подобный ролик, и я решил на трезвую голову записать для вас отдельный ролик. Думаю, это будет интересно. Я готов услышивать критику в адрес своих проектов, поэтому давайте посмотрим. Так. Ну да, данное видео не несёт в себе цели кого-то оскорбить. Я постараюсь не бомбить, так что думаю, всё будет в порядке. Значит, все грехи — ядерный удар. Окей. Давайте попробуем. Мне интересно. Пробываясь, врага нанесут удары по приграничному району в качестве ответа за сбивы накануне истребителей. Начало сериала, да. Уилл, быстро за мной! Папа, что происходит? Спускайся вниз и жди меня там. Вперёд! Джейден, оказывается, обладает способностью предвидеть точное время сбрасывания ядерной бомбы. Тут суть в том, что изначально прямо сказали, по приграничным районам нанесут удар. И поэтому они сразу бегут прятаться, с чего вдруг он провидец, если ему сразу сказали, и он в целях безопасности решил спрятаться. Ну, типа, ничего плохого в этом я не вижу. Какой-то киногрех — ну, непонятно. Окей. Ты помнишь, мы играли в прятки. Спускайся в подвал и считай до 60. Я спрячусь там, и ты будешь меня искать. Договорились? Хорошо, папа. Да, вот он здесь собирается. Собирает вещи. 5, 20, 21, 22, 21. А ребёнок тем временем играет в прятки. Всё. 60. Я иду искать. Клише. Герой спасается в самую последнюю секунду. Он постоянно говорит о клише. Да, я не скрываю, я грешу этим. Я использую киноклише в своих сериалах. Но я не вижу в этом ничего плохого. Разве вам не понравилась вот эта картинка, этот эффект того, что всё произошло в последний момент? Было бы лучше, если бы они там такие спрятались, сидели полчаса, и через полчаса, когда они просто разговаривают ни о чём, случился бы взрыв. Ну, типа, не делает так никто в кино. О чём речь? Какое же это неожиданное совпадение, что бомба упала прямо тогда, когда Уилл закончил отчёт. Да, это кино. И вот они уже выбрались. Похоже, что все главные герои сериала умрут, так как они не защитили руки от радиации. Ну, это Майнкрафт, блин, да. На самом деле, вот это вот первый грех, который можно засчитать, потому что, ну, мы могли, в принципе, сделать им на скины перчатки хотя бы. Но мы решили не заморачиваться. Это ладно, это киногрех. Всё, хорошо. Первый есть. На скины хотя бы могли подправить. Да. Без проблем. Что это? Что со мной говорили? Майнкрафт, 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 майнкрафт. Это, это иностранец? Уилл, тихо. Вы, вы говорите на русском. Так все главные герои русские? Темнокожие с иностранными именами? Да. Я как бы знаю лично людей, которые живут в России и говорят на русском темнокожих. В этом нет ничего удивительного, блин. Мы в 21 веке живем. Вы чё? Что ещё расскажите? По сериалу даже об этом говорилось. Я на стримах говорил о том, что они просто живут в России, но они не русские. Я часто так делаю в своих сериалах, потому что, ну, намного круче звучат иностранные имена, согласитесь. А то были бы русские имена, типа Борис и Вася. И у нас бы какой-то НТВшный сериал получился. Не хочу так. А, ты чего? Зачем ты снял шнеп? Это ведь не ты? Что с тобой произошло? Вот классный переход. А в это время? Не показал. Я не смотрел Марвел вообще практически. Поэтому я вообще ничего не могу сказать. Напишите в комментариях, в чём здесь прикол. Вообще не шаг. Вот классный переход. Что-то я сильно сомневаюсь, что радиация способна создать такую аномалию. Но, блин, это же сериал Фантастика. Например, возьмём сериал Чернобыль Зона Отчуждения. Так, если вы смотрели, там в сериале тоже происходят разные вещи из-за радиации, в том числе, которые не произошли бы ни при каких условиях в реальном мире. Это Фантастика. Прикапываться к этому и считать это грехом. Ну, это прям... Бред. Я ни в чём не виноват. За что? Ну давай, стреляй. Вы чуть не убили моего отца. Ты не сможешь, я вижу это. Ты никогда не убивал людей-то. Нет, нет. Пожалуйста, не надо. Там, кстати, между сериалами. Клише. Враг будет пять часов наблюдить прицел на героя и болтать с ним. Ну, типа клише. Да, он постоянно будет говорить о клише, автор этого ролика. Клише, клише, клише. Блин, я сохраняю интригу, напряжение. Зрителю это нравится. В этом нет ничего плохого. Это считать клише за киногрех, это глупость. Пока он не спасётся в самый последний момент. Здесь была мать с дочерью. Говори мне, где они? Ну что, поболтали и хватит. Сейчас опять клише. Клише, да, опять? Клише, брак. Клише, клише, это его любимое слово. Я вообще не понимаю, чего в этом плохого? Зрителю же нравится, когда так делают. Блин, в этом, ну, это круто, на мой взгляд. Вот только малые части аудитории не нравятся, когда напряжение, как... Блин, а для чего тогда делать кино? Вопрос. Бурак будет пять часов наводить прицел на героя и болтать с ним, пока он не спасётся в самый последний момент. Икс-2. Да, Джейден бежит под дождём. Пап, ты слышишь меня? Кислотным дождём. Кислотный дождь, это кислотный дождь, а не кислота в чистом виде. Тело... Не спорю. В кислотном дожде процент кислоты самой, ну, очень мал, я уверен. Но это, опять же таки, фантастика. Разумеется, бы пострадала, но Джейден был в прочном костюме. Ну, прочный костюм мог, собственно, испортиться из-за кислоты. Кислота проест его. В чём вопрос? Чё, Джейден пострадал. А Уилл с Евой, которые тоже оказались под дождём, целы и невредимы. Потому что они вышли буквально на пять секунд туда, чтобы забрать отца, и всё. А отец бежал под дождём минут, ну, десять, наверное. Да, молокольчик ставится. Ну, тупо из воздуха берётся всё. Грехи. Блин, и чё мне теперь, с этой трещиной всё время, что ли, ходить? Ё-моё. Чего ты там свою царапину вообще тебе разберешься? Это сцена после титров. Зайду я, иду. Смысл этой сцены где-то за гранью Млечного... Согласен. Эээ, смысловой нагрузки в этой сцене вообще мало, мы её сделали, потому что хотели сделать серию на 10 минут. Вот. Вы можете пересмотреть эту серию, она там как раз примерно на 10 минут и вышла. Чтоб вот эта сцена чисто для продления серии. Тем более вы просите постоянно, продли серию, делай серии дольше. Вот. Во пути. Нет! Опять клише сейчас будет, пацаны. Вот ты и доигрался. Да, сейчас он скажет. Я убил его. Клише. Да, да, опять клише. Блин. Сколько раз он уже сказал клише за этот ролик? Посчитайте тоже и напишите в комментариях. Я не считаю это за грех сериала. Это наоборот какая-то фишка и изюминка, благодаря которой можно удержать зрителя. И ему будет интересно. Уже который раз говорю. Сейчас, в самый последний момент. Икстрик. Убери автомат, Джейден. Ты в безопасности. По голосу этого мужика сразу понятно, что он отрицательный персонаж. На самом деле, это Саша Сабитов озвучивает. Саша озвучивал у меня, допустим, Смайлы в первых супергероях. Много где озвучивал. В основном у него отрицательные роли. Так что, ну да, неудивительно. Ну да. Тем более, что он еще почти так же озвучивал пендагонисты из сериала первых супергероев. Ты молодец. Отдай пистолет Уиллу. Уилл, лови! Пап, что делай? Ева кинула пистолет Уиллу, а он легко поймал его бредом, что ему сверли. А как это делать, блин? Мне анимацию, что ли, делать? Ну, у нас сроки по выходам серии, и вы бы ждали серию больше на два дня, допустим. Если бы я заморочился и сделал анимацию, как они там друг другу пистолет передают. Ну, бред же. Выстрелил он для того, чтобы освободить руки себе. Все. Ну, выстрелом пули, типа, да, в веревку, там. Разные руки. Ага. Это место наш дом. Убирайтесь. Просто сочный камер. Просто сочный. Вах. Пересмотрите, ядем, да. Это динозавр. Ты идиот. То есть, вы хотите сказать, что посреди пустоши в ядерную войну магическим образом появились кости динозавров? А вас не смущает то, что в сериале, блин, всякие монстры разгуливают? И мало ли каких размеров могут быть эти монстры. Ну, типа, чё докопался-то вообще? До чего, пацан? Это же не динозавр, это монстр. Ну, очень классная сцена вот эта. Я же нахерел. Джерри, Джерри, ты слышишь меня? Нас спасли. Брэд. Либо в этой вселенной России настолько популярная страна, что там каждый второй иностранец, который знает русский... Ну, здесь соглашусь. Здесь, наверное, все-таки соглашусь, потому что слишком много иностранцев. Хотя, это может быть Калининград, приграничная территория России. Ё-моё, Калининград, это же приграничная, да? Я не путаю. Так вот, и поэтому здесь много иностранцев. В чём вопрос, опять же-таки? Либо это у всех русские по какой-то необъяснимой причине иностранные... Это моя вселенная, я чё хочу, то и делаю. Отстань! Да. Нет, пожалуйста. Джерри, стой! Как ты узнал моё имя? Мне приснился сон. Я знаю, как ты стал таким. Прощай, Джерри. Да у них тут вся семейка своих людей. Он может... А ты ещё не понял с предыдущих серий то, что это фантастика? Ты чё? Чё-то видеть настоящую судьбу человека через сны? Вы серьёзно? Ну там радиация, все дела. Почему нет-то? Эти волки умерли не в стиле сериала, а просто как мобы из майна. Потушите! Ну Майнкрафт же квадратный, и мобы там именно так и погибают. Я что, а ё-моё, должен с Майнкрафтом сделать? Предъяви мне за то, что Майнкрафт... Предъяви мне за то, что Майнкрафт квадратный, ё-моё! Давайте пойдём дальше. Всё. Я должен был опять сделать анимацию, как они там умирают, эти собачки. Типа... Или как? Что? Эй, откройте! Что ж, в любом случае, здесь мы в безопасности от монстров. Стреляй! Вот, кстати, он мог докопаться до того, что здесь, в кадре, только что, у Евы было два автомата. Один случайно появился за спиной, другой в руках. Но он этого не сделает сейчас! Он докопается до какой-то херни. Скриньте! Отряд военных, который напал неожиданно из-за спины, не может справиться с двумя детьми, а один... Ну, согласен. Ну, тут как бы... Ну, отряд военных против детей... Ну, такое, да. Ну, блин, это же сериал. Эти даже убили одного солдата. Вот опять-ка, только что, ну, вы видели кадр, где Ева стояла с двумя калашами? Он это на рендере видел, он это при просмотре сериала видел, он это вот несколько раз видел, и то есть не заострил на этом внимание. Он какой-то херни заостряет. Серьезно! Который, кстати, тоже умер некрасиво, а как обычный моб. Некрасиво умер? Ну, ты чё, гонишь? Вот в... Вот в этой сцене я должен был анимацию использовать всё время? Ну, типа... Я тогда вообще не знаю. Положил автомат, быстро! Докопался до того, что я озвучиваю тут нескольких персонажей подряд. Вот этого персонажа, который только что сказал, я озвучиваю Уилла, я озвучиваю. Вот до этого можно докопаться. Типа, ты чё, не мог кого-нибудь найти на озвучку? Тебе куча людей пишет всё время. Ты шо? Руки, чтобы я видел. Нас здесь целый отряд не бомбеет. Положи оружие на пол и ляг рядом. И ты тоже. Вот вы и попались, детки. Клише, враг. Сколько он раз сказал уже клише, блин? Враг пол... Ну, вот секунд 30 максимуму чё-то говорил. Ну, в чём проблема? Будет 5 часов, давайте прицел на героя. 5 часов, да, да, 5 часов. Да, тьфу. И, короче, x4. Не останут от нас просто так. Ева, беги! Клише опять? Скажи клише. Бежим! Ну, давай, скажи. Ну, да, все враги, даже те, которые нападают неожиданно, и всем отрядом не могут попасть в тебя ни одной путь. Ну, типа, главные герои бегают всё-таки быстро, там, все дела. Ну, с этим я более-менее соглашусь. Там против них отряд военных и не могут убить обычных детей. Серьёзно? Ну, типа, согласен. Сколько всего? Грехов? 21. Выключи уже эту камеру. Опять сидишь со своей камерой? Опять ты со своей камерой. Коронная фраза этого сериала. Так вот, посчитайте тоже, сколько я согласился, со сколькими грехами я согласился. Там по-любому будет около трёх-четырёх, но не двадцать один. Ё-моё. Что-то серьёзно? Ну, вот и всё, собственно. Спасибо, что посмотрели. Ребят, набираем лайков, ну, три тысячи, если хотите, чтобы я сделал обзор других киногрехов, потому что там ещё много сериалов, на которые делались киногрехи. Вот. Так что, вот так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и так же. Если вы хотите увидеть ещё больше качественных сериалов, как у меня, тогда хочу посоветовать вам канал D-Studio. Эти парни только начали снимать, но у них уже получаются очень качественные и захватывающие сериалы. Я смотрел и заценил. Переходите по ссылке в описании и зацените тоже. Ну, а на этом всё. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok